МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый день, уважаемые зрители. Мы рады, что вы смотрите нас. А если вы смотрите нас, значит, вы крутые. У нас передача 0-100. Передача о том, что у кого-то есть 100, у кого-то есть 0. И она будет моей. Я устрою в этом городе... У кого-то публик, у кого-то... Ну что, мы разыграем ее? Да. Прямо сейчас? Кто разыгрывает? Два. Давайте, хорошо, давайте. У тебя есть один шанс. Это твой публик, это твой, я тебе отвечаю. Ты готов? Да, я готов. Саша, она здесь. Саша, она здесь. Вот здесь. Или здесь. Вот она, вот она. И моя жизнь наладилась только сегодня. Я покажу, как потратить 100 долларов майнингом. в белорусском городке. В эту игру играет полмира. Да вообще, какие полмира? Весь мир рубится в эту игру. Компания Wargaming создала настоящий шедевр. Это турбопушка. Там и танки, и самолеты, и корабли. Там все. В нее играет весь мир. И это все создали наши земляки. Белорусы. Компания Wargaming. Ребята, если вы еще не играете в танки, скачивайте приложение World of Tanks и рубитесь. Вы знаете, этот город не обслуживается сервисом. Ну ничего, мы найдем такси. Оно же здесь должно быть. А вот и номер. Алло. Доброе утро. Такси я могу заказать? На Кургане Славы нахожусь. Да, окей, жду. А вот и приехало мое такси. Жизнь начинается. Саша, пока, Саша. Потому что у меня отдых будет гораздо круче, чем у него. Я вам обещаю. Посмотрим. А, хорошо, хоть есть тушеночка. Вот это все мне на сутки. Блин, даже термос пустой. Пусть я буду ходить, бомжевать. Как-то колымить. Не знаю вообще, как это делать. Ладно, попробуем. Я покорю тебя, Стеслава. Куда идти, я не знаю. Вот так городок такой симпатичный, красивенький. Есть на что посмотреть. С той стороны деревня настоящая. С этой стороны уже какой-то такой мини-городок. Мини-агрогородок. Люди заняты, работают. А я иду попрошайничать походу. С бубликами, с пупомкой. Как бы воды, знаете. Ребята, колонка есть где-нибудь здесь? Там водичка нормальная? Спасибо. Пойду наберу водички. Сережа, ты хорошо, он с баблом. Отлично. Воду добыл. Осталось добыть какой-нибудь еще еды. Ну и посмотреть местные красоты. Здесь такая деревушка, деревушка. А там городок. Пошли дальше. Расширяются, да? Все зелено, красиво покрашено. Изумительно. Как вообще живется в этом городе? Хорошо. Тихий, спокойный город. Для жизни просто нужно. Ну а денег удается как-то заработать, чтобы жить? Кто не ленится, кто хочет зарабатывать. Кто все может это сделать, да? Главное поставить кубитую цель, да, в порядке? Да, наверное. Ну он уже мне начинает нравиться, этот городок. А это у вас рынок? Да, рынок, но он заполнен пятком. В воскресенье только в таком месте. Мы едем по центральной улице, да, Мстиславля, на данный момент? Ну вот, видите, все красиво в этом городе. Спокойная, размеренная жизнь. Каждый идет по своим делам. Куда-то кто-то. Кто-то из магазина, кто-то в магазин. Никакой суеты, как в больших городах. Вот она эта соточка. Пойдем и обменяем Беларусьбанки на наши белорусские рублики. Потому что здесь это нельзя не прерываться. И вот у меня, наконец-то, наши белорусские рублики. С той очереди я узнал, что в Мстиславле можно помывать в Париже. Давайте посетим это заведение. Ну вот, сколько многих наших белорусских рубликов дали. Ну, мы теперь гуляем. Давай посетим Париж. Какая-то мельница. Правда, не работает почему-то. Но урбанистика здесь такая. Кто соскучился по СССР, по-хорошему СССР, то сюда стоит приехать по-любому. Здесь такое крепкое, какое-то красивое, вычищенное, какое-то вылизанное СССР. Но добрые люди и современные автомобили. Новые. Ракета какая-то стоит. Здесь точно какие-то танкисты, самолеты и ракеты. Все как в игре. Warful Tanks. Кстати, ребята, проходим местный ЦУН. Центральный, в Невермаг, аптека. Местный транспорт. Колоритный. Старинные велики, кстати, какие-то. Вообще затертые, потертые сиденья. А, не да. Добрый день. Что у вас здесь вкусное? Клубничка. Не угостите нас? Меня, точнее сказать. Бесплатно. Нет денег, честное слово. Хожу попрошайничаю. Могу станцевать, плясать, пересесть. Но денег нет. Если можете, да. А может насыпите мне какой-нибудь стаканчик, там чуть-чуть. Какие добрые местные жители. А это ваше предприятие? Сами выращиваете, да? Нет, это с Бреста. А, с Бреста, да. Ясно. Это у вас как бы такой рынок получается? Мини-рынок, что ли? Клубничка, вот здесь и возле микротных. А, и все, да? Ясно. Хорошо. Спасибо огромное. Это клубника или земляника? Клубника, вообще, считается. Да. Вау. Моя первая еда. Париж, как, хорошее само по себе заведение, салон красоты? Ну, да. Он есть? Более, но я имею в виду. В вашем городе, да? А вообще, ну, вот таких салонов, парикмахерских салонов красоты много в городе? Володя, сейчас. Ну, это самое лучшее, да? Ну, мне в очереди подсказали, что это самое лучшее. Ну, сейчас сделаю себе стрижечку. Браду постригут. Давай так и сделаем. Хорошо, на связи. Вот мы и приехали в Париж. Здравствуйте, девушка. Здравствуйте. А скажите, пожалуйста, мне подстричься, бороду побрить немножко, что-нибудь красивое навести мы можем? Поехали в Париж. Спасибо. Поэтому наверху чуть-чуть уберем, здесь, наверное, под ноль. Да. И бородочку чуть-чуть покороче сделаем и подровняем ее. Точно? Давайте на ваше усмотрение, я вам доверяю. Если глаза красивые, я вам доверяю. Мне кажется, будет очень красиво. Я ей доверяю, прям вот как себе. Да, вы такси не успеете. Ну, я не знаю, пару недель назад, а не знаю. Смотрите, сколько у Ольги сертификатов висит на стене. А как давно вы работаете здесь? Ну, это самый такой, мне таксист сказал, самый крутой салон вашего города, да? Это правда, что все стилисты в Париже? Конечно. Прям все-все? Конечно. Доверяю. Вы знаете, первый раз в вашем городе, вообще первый раз. Вот все вот, все как-то новое для меня, интересное. Пока что город не нравится. А у вас есть какой-нибудь ресторан самый классный, который здесь? Ресторан Вехра, да? Прямо в гостинице, да? Выиграл у Лысого с Пором, и один их просто сегодня куча. Не знаю, куда их потратить даже сегодня. Как-то вы их так выиграли. Уровень везения просто зашкаливал сегодня. Карты легли как положено. Нам помогает Wargaming во всей этой ситуации. А сколько стоит стрижка? Восемьдесят. А борода? Восемьдесят модельная борода, рубль, 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 хвост. Вообще дешево. Нормально, бюджетно мы зашли. Будете к нам приезжать? Обязательно. Каждый раз буду так делать. По предварительной записи будете, да, например? Конечно. Так нежно, прям как сам трешь. Ой, вообще прям. Балденно, кайф. Итак, сколько я вам должен? Так, восемь стрижка, рубль, города, и рубль, хвост. Десятый. Ты нереально дешево, просто. Так, где же наше такси? Надо ему снова позвонить. Алло? Ну, я готов, подъезжайте к салону Париж. А вот и мое такси. И снова здравствуйте. Красавчик просто. Аж на помолодел. Да, да, я вижу. Буквально. Мы, кстати, находимся в самом центре города. Ну, и как в любом центре города, есть доска почета. Памятник. Памятник Петру Мстиславцу. Одному из первопечатников России, наверное. Точно не знаю. Ну, или Беларуси. Ну, это самый центр. Это местный, наверное, горсполком, райсполком какой-то. Ну, все в такой, в настоящем духе красивого классического СССР. Петр Мстиславец. Кстати, местный дворец бракосочетания. Так интересно, что в Мстиславле здесь очень много церквей, храмов, всяких там монастырей. И в то же время такой СССРчик. Продавец, добрый продавец клубники, спасибо ей огромное. Рассказала, что здесь есть Лондон, Берлин и Париж. Но так как Лондон здесь совсем близко, то Лондон я вам покажу. Мы зайдем, ну, посмотрим просто какое-то здание. Было раньше три гостиницы, еще давным-давно, при Руси, так сказать, при Царской. И было три гостиницы. Лондон, Париж и Берлин. И вот одна из них сохранилась, по крайней мере, внешне. Я уже ее вижу. Такое красивое, старинное здание. Илье Варламову это понравилось бы, наверное. Ну, правда, сверху современный какой-то зеленый пленный сайдинг. А так, отреставрировано вроде неплохо. Историческая ценность. Конец 19 века, кстати. Нужно идти куда-то в частный сектор. Зарабатывать или деньги, или нормально на еду. Дров каких поколоть, что ли? Я не знаю. Супер ситуация, я в такой первый раз. О! Точно какой-то военный городок. Война здесь была жестокая, по-любому. Продается написано. И номер телефона. ИНТРИГУЮЩИЯ Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» Великолепно Очень вкусно Это настоящая уха Не рыбный суп, а уха Изумительно Попробуем еще хачапури Выглядит просто аппетитнейшим образом Я думаю, вкус будет тот же самый Великолепно Спасибо нашему таксисту за это вкуснейшее заведение Великолепно Великолепно Компотик просто супер Божественный Ну вот, мы пообедали Сейчас узнаем, сколько мы должны за этот вкуснейший обед Итак, сколько я вам должен? Очень, очень дешево 22,50 всего лишь Вы понимаете? 22,50 Бездачи у меня не будет Держите Было все очень вкусно Бабуля стесняется Но я с ней договорился Покажу ей траву, а она мне соберет пакет еды Нормальный, сказала Накормит как внучка У нее, кстати, красивые цеплятки Пошли посмотрим Вот это Настоящая коса Ни газонокосилка, ни триммер Я когда-то косил очень давно Не от армии А в деревне Ладно, попробуем Что-то Что-то получается, ребята Я вам хочу сказать Да Мне надо Бурьян Бурьян тут у бабули капитальный Сразу видно Нету мужской силушки-то Богатырской Это косую-то не сломать Какой бурьян Да, ребята Тяжеловато жить в деревне Хоть это вроде и не деревня Но и деревня Да, но надо двигаться дальше Сейчас бабуля мне там уже собрала еды Идем Посетим красивую церквушку какую-нибудь И надо Надо освежиться Надо где-то помыться И скупнуться И думать о ночевочке Мой честный заработок Настоящий Деревенский Видали такой кусок сала? Батон, кстати, современный Но сало кусочек бомба Огурчик домашний будь то Что может быть лучше? Серега Я уверен, ты мне позавидуешь Аааа Прямо сейчас это все съем Настоящие деревенские сальца Просто бомба Перекусил отлично Но Сейчас пойдем посмотрим городок Искупаемся Помоемся обязательно где-нибудь И будем готовиться К шикарному ужину Спать сегодня чувствую Буду без задних ног Еще осталось На ужин Отлично В дорогу А теперь ты обещал Интересную экскурсию Мужской монастырь Все Нас ждут Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Пойдем Пойдем поищу кого-нибудь Реально Все такое Старое Развалины такие Интересные Ставят Прям первый раз в таком месте Даже очень интересно будет смотреть История монастыря начинается отсюда Один из владеющих князей Из отдельных князей Всеславля Лугвений Альгердович В крещении он Симеон Очень сильно заболел глазами Неофициальная медицина Ненародные средства Не в силах были помочь ему Его одним устешением Единственной надеждой Оставалось уповать На помощь Всевышнего И вознося горячие молитвы Не один день Не одну неделю и месяц Господь Послал ему в помощь Она явилась ему В виде Придания Говорит, что это был старец Возможно, это был Один, может быть, из монахов Может, он Святой жизни человек И он указал ему на это место В Всеславском уезде Я как-то называл В своем остре Много источников И все они целебные И поэтому Возможно, что этот источник Он, может быть, отмечен был Тем, что Может быть, уже здесь Находился какой-то Скид Ранее Посетив его Принося горячие Молитвы К Господу Промыв Водой глаза Он получил Исцеление Исцеление Так же сопровождалось Таким знамением Как явлением Иконы Божьей Матери В ветвях Стенистой липы Находившейся Над источником Которая сияла Своим благодатным светом И князь Прозрев Приписывая Своё исцеление Помощи Божьей Матери Он Приказал На этом месте На месте источника Воздвигнуть Часовню А Выше Рельеф Не Особенно С того Времени Потому что Описывается Предание Приказал Построить До свидания До свидания Субтитры сделал DimaTorzok Мы находимся в этом помещении, где на стене класса земской школы появился святой лик. Сейчас нам обещали это все показать. Давайте пройдемте, посмотрим на это явление. Субтитры сделал DimaTorzok Очень много церквей всяких, но они почему-то закрыты сегодня, я не знаю. Хотел зайти, но вторая церковь уже попадается, все закрыто. Но здесь очень колоритно, очень сочно. Стоит сюда приезжать, стоит путешествовать, стоит смотреть. Такой вот памятник старому городу. Настоящий какой-то замок там, дворец. Вон там какая-то достопримечательность, но ее, видно, восстанавливают. Но, честно сказать, я уже подустал. Рюкзачок этот, он тяжеленький. Скорее бы дойти до воды. Мне сказали, там обалденное будет место. Здесь все очень добрые, добродушные люди, но все стесняются камеры. Караул, кому не подойдешь, нет, нет, не надо нас снимать. Контрабандисты, что ли, здесь все? Или я не знаю. О, кстати, какой-то памятник на меня похож. Если бы у меня были волосы, по-любому я был бы на него похож. О, я чуть-чуть подустал. Вот она красота. Я уже вижу воду. Сейчас я буду купаться. Плескайтесь, купайтесь. Обалдеть. Это будет, наверное, самый холодный душ. Все, я мыться. О, красотища. Вам сюда нельзя. Ладно, можно. Пошли. Нереально освежает. Просто приток мега сил, мега водости. Я полностью перезагрузился, наверное. Я готов покорять этот город. Красота, природа, свежесть. Самое главное. Сейчас идем обустраиваться на ночлег. В очень колоритном месте. Птички поют. Красотища. Туда предстоит подняться. Так, сто ступенек. Сто ступенек. Я стер свои ноги уже, наверное, в кровь. Не знаю. По ощущениям уже как будто здесь гораздо больше, чем сто. Я не считаю. Но здесь их, наверное, явно больше. Здесь, честно сказать, чем выше, тем красивее. Вообще отпадные места. Просто. Просто пушка бомба какая-то. Я покорил эту высоту. Есть кто дома? Кого нету? Вот она. Знаменитая, покоренная мной, замковая гора. Здесь каждое лето происходит рыцарский фест. Рыцари, настоящее шоу, лошади. Очень интересно, очень классно. Сюда обязательно стоит приехать. Обалденно. И здесь, в этой красоте, я сейчас буду ставить палатку себе на ночь. Анастасия, на дних. Анастасия. Анастасия. ну вот мое жилище готово прямо как в песне у пруда в мастиславле только у меня еще осталось клубничка бублик бублик нетронутый и тушеночка сейчас захову это клубничкой огурчик сальца на утро оставлю серега завидуй меня у меня круче сто процентов я надеюсь ты тоже так же вкусно ужинаешь братка за тебя половинку на оставить науза ребята ребята реально нереально вот и наш замечательный день подходит концу мы приехали гостиницы города мастиславля пора и рассчитаться за наши такси так сколько дима мы все должны единственная гостиница в городе мастиславль мы на месте все дмитрий большое спасибо было приятно и вот он нашла на 36 но прибыли что же там будет интересно довольно таки неплохо для маленького городка диванчик телевизор две кроватки такое зеркало стоит в 95 у меня такое же дома стояла там еще что то есть душ я надеюсь горячая вода там тоже будет чтобы его принять так будет получше добрый вечер эти салатик любимый свинину запеченную сыром рулетики из птицы фаршированной ветчиной сыры картофельные шарики давайте венок у них красная полусладкая ну в принципе все пока я абсолютно один здесь один абсолютно в меню заказал самое дорогое что есть самое дорогое посмотрим какой будет счет я надеюсь еще и вкусно будет приступаем к ужину в лучшем ресторане города мстиславль ресторан вихра который находится при гостинице но товарищи зрители будьте здоровы а я покушаю очень хочу вот эту штучку попробовать мне кажется это будет очень вкусно отведаем изумительно просто супер я как-то за день на этот наберился очень хочется кушать заказано все самое дорогое на счет я думаю не будет не более 30 рублей вот просто вот как потратить эти деньги здесь нереально просто изумительные 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 попробуем салатик на думаю тоже будет шикарный все нереально вкусно даже не знаю с чего начать попробовал все уже советую будьте мстиславлей обязательно посетите ресторан вихра очень вкусно покушаете сто процентов можно счет поел ну просто нереально вкусно посмотрим сколько денег надо за это все отдать очень вкусно было вытягиваем вы понимаете я очень вкусно поел я реально наелся счет 1746 1746 чтобы вы понимали нереально крутое заведение я сюда буду каждую пятницу ездить кушать вечером люди 1746 в наше время супер заведение просто класс просто я вот буду здесь каждую пятницу возьмите большое спасибо было очень вкусно очень было приятно спасибо до свидания да вот и остались здесь мы одни на церковь какая-то комаров тьма здесь есть кстати три туалета колонка за этим зданием я умылся сходил туалет поужинал шикарнейшая сейчас пойду спать клёво интереснейший день я на сто процентов уверен что он лучше чем у серёги и спать я чувствую буду просто без задних ног так атмосферно так круто я устал красивейшая луна к сожалению я не опытный турист я не подумал о спичках как развести огонь подогреть что-то может пожарить кипятка себе развести наконец-то горячего что-то сейчас похолодало реально и хочется горячего у меня термокружка а там налита холодная вода здесь есть шикарная кухня печка вообще тут можно вообще все что хочешь приготовить на дрова лежат абсолютно бесплатно то есть просто растапливай жарь здесь очень готов все это абсолютно бесплатно все открыто все для людей бери пользуйся я пойду сейчас отдыхать вон там мой супер turbo коттедж люкс номер и вообще здесь один я царь и самое классное что я здесь вроде один но здесь стоит один дом живой там живут люди реально на этой замковой горе стоит дом и там живут люди мне будет не страшно спать ночью лягушки квакают кстати четко и мне здесь будет не страшно потому что там реально живут люди какие-то крутые может олигархи но я пошел спать кочами заедают комары реально все классно но комаров тьма вот мы супер turbo люкс я думаю что здесь сброшу все потому что никого нету и никому то я не нужен абсолютно я полез отпочивать до завтра ребята короче всем спокойной ночи я полез ребята лучшее начало дня зарядочка умыться под колонкой проснуться под пение петухов я не знаю что может быть лучше это супер фантастика ну а теперь пошли за серегой я уверен что я отопырился лучше бесплатно я был владельцем целой замковой горы это просто класс не сидите дома путешествуйте с нулем можно вот так вот отдохнуть что может лучше быть чем проснуться под пение петухов обалденно правда они рановато просыпаются честно сказать часов с пяти я уже не спал видишь одного человека как настоящий русской такой деревне и самое интересное что здесь две минуты я буду в центре города еще пять минут я буду на кургане славы 10 красивый колоритный городок еще какие-то статуи интересные а у попробуем на автостоп добрый день не подкинете до кургана славы да только у меня денег нет спасибо спасибо я как сюда звать мир не без добрых людей погнали серый завидуй нам обалдеть вот это круто настоящее такси ретро такси до билеты продавать доброе утро всем на рецепшене чайок кофе чай все можно город еще я так вижу спит вообще другой мир больших городах уже к эта движуха иду здесь все спокойно размеренно уютненько я так сказал так спокойненько вышел прохладника на улице не очень тут понравился этот день вчерашний провел великолепно город этот мне я бы сюда жить наверно переехал принципе неплохо очень сейчас вызовем такси и поедем наверно заканчивается нашу эту экскурсию посмотрим что там сашей как он там поживает в целом все круто вот и доставили мне мой завтра пришел на завтрак стучит суши по стоимости как ужин в ресторане сейчас попробуем как на вкус здесь потому что в ресторане было дешевле по ужину даже но это единственное заведение в мастиславле в котором суши но выглядит неплохо вроде ничего и суши съедобное но в ресторане было вкуснее ужин был намного лучше за 16 штучек я дал 18 рублей соусом и палочками все это тоже стоит хотя бесплатно ну что ну где этот наш обходят время уже встречаться пешком то сложно латенькой тимону отлично но мне надоело это шляпа спасибо за то как я отдохну я был во всех заведениях этого я был в таких местах что ты себе представь комары тебя не съели комарики меня чуть-чуть покусали ну это романтик я смотрю подгорел ты чуть-чуть от своих пеших прогулок чуть-чуть под загорел да но город классный ставим лайк этому городу добрые люди нужно путешествовать 0100 супер проект пишите нам на почту мы прочитаем все ваши сообщения и приедем к вам гости обязательно до до новых встреч ждите